Суровая реальность. Болельщики с маскотом вынуждены фотографироваться через решетку. Посмотрите, кто едет. А это сборная России. Много слышал разговоров, что в Латвии вообще люди против этого турнира. Я тоже слышал много людей, которые, ну, скажем так, недовольны. Все, теперь нужно плеваться в нее. Блин, это мне так некомфортно, как будто я раздеваюсь на публику. Никогда не видела старую Ригу такой пустой. Пандемия повлияла на центр города. Всем привет! Меня зовут Даша Тубльцева. Это канал Хоккей Спорт 24. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Вроде бы чемпионат мира в Риге только стартовал, а я уже запуталась, сколько дней прошло. Так много событий. Вот впервые вышла в свет, так сказать. Зашла в ресторан, на террасу и решила записать для вас это видео. В Риге заведения работают только на вынос и на террасах. Погода здесь не очень хорошая, в том плане, что холодно. Плюс 13, плюс 15, идет дождь и особо так не погуляешь. У нас второй выпуск влога и в этом видео я поговорю с латвийским журналистом. Он как раз расскажет нам, как местные жители относятся к этому турниру, какая ситуация с коронавирусом в Латвии, пустят ли вообще болельщиков на чемпионат мира. Также я немножко погуляю около стадиона. Я нашла место, куда приезжает сборная России на матч, где она разминается. Я даже смогла увидеть хоккеистов, правда, на достаточно большом расстоянии. Но согласитесь, в нынешних условиях это хоть что-то. А также вас ждет просто невероятная история о том, как я сдаю тест на коронавирус. Вот в специальном роботе, который я показывала в прошлом выпуске. Кстати, если вы еще не посмотрели, обязательно смотрите. Вот ссылочки вот где-то тут будут. А также я погуляю по Старой Риге, расскажу вам, покажу вам, что здесь происходит, как изменился центр города в связи с пандемией. Короче, обещаю, будет очень интересно, и вы не соскучитесь. Давайте смотреть. Знаете, ходить в маске и в очках это супер неудобно. Очки запутевают даже в плюс 15. В принципе, к маске я уже привыкла. Никакого дискомфорта она не доставляет. Мораль такова, что ко всему в этой жизни можно привыкнуть. Суровая реальность. Болельщики с маскотом вынуждены фотографироваться через решетку. Как же это необычно все. Кстати, прикольный маскот такой, забавненький. How are you? Автобусы команд участниц. И заметьте, что здесь очень много машин полицейских, потому что все автобусы ездят только с прилавлением полиции. Хотя я не очень понимаю для чего, потому что в Риге вообще нет пробок. Но если есть, то они очень-очень маленькие, и с Москвой это не сравнить. Вы только посмотрите, кто едет. А это сборная России. Все, кто находится в пузыре в этом автобусе. Вживую увижу их впервые. Все в костюмах. Но в масках, конечно, сложно узнать, ребят. Это Артем Зуб. Это Никита Задоров. В красном костюме доктор Егор Козлов. Это Владислав Гавриков. И еще немного уникального контента. Мы можем посмотреть, как сборная России разминается перед игрой. Конечно, за забором далеко. Но хоть что-то. Я вот перед чемпионатом мира много слышал разговоров, что в Латвии вообще люди против этого турнира. В ситуации, когда коронавирус, пандемия. Все против. Действительно это так? Что вообще говорят люди? Ну, это по-разному. То есть, да, единодушия нет. Я тоже слышал много людей, которые, ну, скажем так, недовольны. То есть, во-первых, то, что вот, да, в коронавирусную эпоху так устраивается. Ну, потому что показатели по заболеваемости у нас не самые хорошие. И плюс еще, мне кажется, конфликт стал острее из-за этого решения, что Семь вроде как хочет, чтобы пускали зрителей. И получается, что люди говорят, окей, то есть, получается, на хоккей не смогут ходить. А вот мы, например, на футбол хотим ходить, а нас не пускают. А мы хотим концерты, а концертов нет. То есть, вот такое какое-то ощущение, что вот зрители хоккейно непривилегированы, оно тоже обострило ситуацию. Но есть люди, которые с той же стороны говорят, что, ну, надо. Вот федерация наша, например, их можно понять, потому что, если не сейчас, то вообще неизвестно, когда в следующий раз в Латвии что-то такое будет. А я вот увидела информацию, что если пустят зрители, то там билеты будут стоить от 100 евро. Плюс, если у тебя нет вакцины, нужно делать тест на коронавирус, это около там 40 евро. Как ты считаешь вообще в Латвии, много ли будет желающих, способных за такие деньги пойти на хоккей? Ну, я думаю, желающих будет много все равно, потому что достаточно много людей, которые хорошо зарабатывают, они все равно интересуются хоккеем. И сейчас вот в эту эпоху, когда, ну, вообще ничего не происходит, вот на террасе разве что можно посидеть. Я уверен, что даже за 100, вот за 150 евро спокойно нашлись бы люди, которые ходили бы. И вот сколько они там хотели, 2 тысячи пускать, я думаю, что эти 2 тысячи спокойно заберут. Мы все, кто приехал из России, очень удивлены вот этим карантинным правилом, что у вас там до сих пор не работают тренажерные залы, не все магазины. В ресторанах только на террасах можно сидеть. Не сценили такая высокая заболеваемость, и вот почему настолько строгие меры до сих пор? Есть такое, да, что заболеваемость волнами идет, то больше, то меньше. И на самом деле террасу открыли вот, ну, совсем недавно, по-моему, 7 мая это было. Ну, во-первых, возмущение людей, оно как бы, ну, нарастает вот этим всем. Тут еще такая история в том, что вот, например же, до недавнего времени были запрещены полеты вообще в третий стран. Вот просто нельзя и все. А в какой-то момент разрешили, вот опять же, потому что сезон отпусков начинается, и депутатам же тоже хочется летать, условно говоря, да, и вот поэтому так. Не могу не спросить про сборную Латвию, вот они обыграли Канаду впервые в истории. Чего ты конкретно ждешь от команды, веришь, что она может выйти в плов, или, может быть, они способны на большее? Ну, тут тоже такое двоякое. Я вот со своим коллегой как раз вчера после игры обсуждал, что с одной стороны вот часто было такое, что Латвия выигрывает кого-то сильного, и потом спотыкается на Италию условно. Вот, и это есть такое опасение с одной стороны. С другой стороны, как я тоже и говорил, и писал, что Боб Хартли, особенно оно ярко проявилось вот сейчас, когда он в авангарде работал, в сборной Латвии, он вот выжимает вот реально максимум. Я не знаю, кому это удается, но вот создается ощущение, что вот никто после него не сможет добиться того, чего добился он. Я пока что еще не разделяю вот этих вот восторгов по поводу того, что там за медали уже мы бьемся и все такое. Мне кажется, все-таки одна игра это недостаточно, плюс канадцы как бы они тоже были, ну, не самые такие топовые. Но мне кажется, что шанс на четвертый канал в этом году гораздо выше, чем они были, например, в прошлом году. Но опять же, там после игр трех, наверное, можно будет уже как-то более так говорить об этом. Как я уже рассказывала, на чемпионате мира обязательно нужно отрицательный тест на ковид каждые 72 часа. И вот я вам уже показывала этот робот странный, который тебе выдает тест, и ты сам берешь у себя тест. Сейчас будем с вами вместе разбираться. Есть инструкция на английском. Написано сначала, нужно промыть руки, продезинфицировать точнее их алкогольной салфеткой. Можете посмотреть. Она такая малышка. А, нельзя, короче, зубы чистить за 30 минут до этого, кушать, пить. Я, по-моему, пила воду, но мы никому об этом не скажем. Все, теперь нужно плеваться в нее. Все, блин, ладно, мне так некомфортно, как будто я раздеваюсь на публику. Как назло, вся слюна пропала. Все, ладно, к черту. Все, помада испачкала, пробирку, кошмар. Дальше, получается, я должна все складывать в пакетик. Тут какой-то прозрачный пакетик. Здесь нужно пин-код написать мой и дату и время поставить. Тоже очень важно. Через 12 часов вроде бы должен результат быть. Отклеиваем, запечатываем и пишем. Сейчас 22.05 и время 19.30. Ну, в общем, тут примерно все ясно. Пошла выкидывать эту штуку к роботу обратно. Я, наверное, тупая блондинка, но у меня не сканируется штрих-код. Ну, что это такое? Вообще, мне помогли. И мой тест уходит. Пока-пока. Сейчас предлагаю немножко отвлечься от хоккея и насладиться старой Ригой. Я приехала в центр. Хочу вам показать все красоты этого прекрасного города. Согласно с Кириллом Марченко, что он немножко напоминает Петербург. Это мой родной город, я его всем сердцем люблю. Короче, давайте гулять, посмотрим, как вообще изменилась столица Латвии в пандемию. Из-за коронавируса заведения во всей Латвии работают только на террасах и на вынос. И самое важное, что они работают до 9 вечера. Вот, смотрите, на террасах поставили специальные экраны. Играет сборная Латвии с Казахстаном. Матч только начался, первый период. Пока 0-0. Но вот в этом заведении не очень много народу. По идее, ресторан закрывается в 9. Точнее, в 9 уже заканчивают нести блюда, кухня закрывается, а можно сидеть до 10. Но что-то мне подсказывает, что телевизоры могут и не выключить. Я еще никогда в жизни не видела Старую Ригу такой пустой. Конечно, пандемия коронавируса сильно изменила этот город. Потому что раньше, что зимой, что летом, что весной, что в дождь, что в солнце, здесь всегда было очень много людей. То есть тут вот такие малюсенькие улочки, но было вообще не пройти в любое время суток. Сейчас тишина, пустота. Это суббота, вечер. То есть сейчас полдевятого вечера. По идее, все должны тусоваться, а никого нет. Так, я слышу какие-то звуки, какую-то музыку. Возможно, где-то все-таки есть люди, есть тусовка. Пойдемте. Насколько я помню, это такая одна из самых центральных улиц старого города. И раньше, конечно, здесь не протолкнуться было. Сейчас не так, но люди есть. Смотрите, даже латвийский флаг там издалека. Люди смотрят хоккей, болеют за сборную Латвии. Вот так теперь фан-зона выглядит. Ну как фан-зона, просто просмотр хоккея. Уже минут 15-20 гуляю по Старой Риге. Все-таки люди есть, но только на центральных улицах. Что бросается во глаза, так это огромное количество закрытых магазинов, всяких ресторанчиков. Прям, знаете, витрины кое-где заколочены. Пандемия сильно повлияла на центр города. Ну, надеюсь, что когда-нибудь все живет и придет в норму. Это был классный ресторан, где были очень вкусные стейки. Но сейчас, как вы видите, закрыт. Закрыта и сувенирная лавка. Ну, потому что туристов нету. Туристов из России так вообще нету уже больше года. Вот так грустненько. Пишите в комментариях, как вам этот влог. Что понравилось, что нет, что хотели бы еще увидеть. И увидимся с вами совсем скоро. Подписывайтесь, чтобы не пропускать видео. До новых встреч!